Пальцем. Юрий Владимирович, как дачу? Добили? Вы подали в отсадок, да? Как говорил мой покойный друг, труд, благ граждан человека одновременно делает его горбатым. Ну вот, конечно, парабола, в смысле випер была. Нет, тем не менее, были случаи. Да, человек, помню, фанатик каратэ пришел заниматься йогой, друг. Причем такой конкретный, 4-3 урок в неделю по 2 часа контактный. Ну вот, промаялся, ничего не получилось и удалился. Бесполезно. Бесполезно. Ну, так-то, расслабляться-то? Ну, работал с глазами, с лицом, даже какие-то подвижки там у меня были, удавалось. Но до отъезда и пару, наверное, два с половиной раза, извините за сленг, получил приход блаженства на несколько дней, когда действительно ничего не давит ни изнутри, ни снаружи. И так, так хорошо было жить эти дни. Вот. Ну вот, вот такие у меня были. А как, как часто удавалось практиковать? Асан было мало, так как перегружался физически, то в основном расслаблялся там, 4, там, по утрам. В основном я расслаблялся. А вечером у меня было отдельно, я пытался лицом и глазом. Когда я работал в стройотряде в 72-м, бывали такие деньки, когда я перекидывал еще там два моих друга, по 20 тонн ко мне, да, за день. А солнце там под 40-45. Вот. И после этого вечером ребята шли в столовку, я пришел заниматься. Вот два часа, чтобы только расслабиться. Ну вот, мышцы, чтобы отпустило, чтобы голову отключить. Потому что после этого, ну, пекла. Там же все время-то под себя течет, везде они хлюпают в ботинках там, глаза заливают. Вот, значит, два часа, но зато потом утром мужики встают. А тут ничего. Встал, пошел, как младеец. Но только расслабить вот физически и, ну, думать, там чего. Подумаешь каждую, там, минуту камень 40 килограмм, да? Тут особо думать не о чем. Вот. А вот тело, да. Ну, чего. Здорово. Значит, ну, а сколько раз приходил, ну, удалось неделю заниматься в среднем? Вечерние вот этой попытки расслабить лицо глаза, ну, почти ежедневно по вечерам. То есть перед сном я там, ну, полчасика сидел. Иногда побольше там переходил уже в какую-то асану делал. Вот. А утром все равно там, ну, до четырех асан я делал. Ну, конечно, самый главный асан шавасана была. Ну, это да. В таком режиме. Я, кстати, запомнил в этом сельце, где мы работали, строит ряд наш, такой вот, есть город Судак в Крыму, а по ту сторону горка, сельцо Курское, Кишлав татарский, да? И там у нас было три объекта. И вот я однажды расслаблялся вечерком. Ну, там вот барак с этой стороной, где там вход, все такое. А тут глухое крыльцо, дверь забита. Ну, такое два на три, наверное. И так плоская. Я так хорошо расслабился. Тут приезжает самосвал. Значит, да, и тормозил там где-то метров, наверное, восьми. И мужик там пьяный, за рулем, то есть, никакую. И он, значит, туда выпал, упал и заснул там. А все остроялись в лесах дамы неопределенных лет. Вот, то это все ничего. Но потом она мне улыбнулась. И когда я увидел 64 стальных зуба, металлическая улыбка. Ну, я так вообще вздрогнул, я бы скажу. Только никогда в жизни больше не видел такого. И в Китае я не просто. Стальная улыбка, да? Я говорю, иди, иди отсюда и забирай этого. Это ужас. Вот тогда резко нарушилось мое расслабление. Бывает такие случаи. Просто забыть невозможно. Ну, я понял бы еще, где? Ну, когда вообще? Ну, вот просто. Это нечто. Ну, ладно. Все. Это лирика. Давайте я тебя послушаем про вашу практику. Спасибо, Ирина Владимирович. Как у вас? Где были? Ну, вот неважно, собственно говоря. Как получались занятия? Ну, у меня, да, случилось много поездок. Было парочка ночных перелетов. Сначала Байкал, потом Узбекистан. Байкал это где? Мало море, Альхон, нет? Альхон, Альхон. Альхония зона. Хорошее место. Да. А Узбекистан? Узбекистан. А, что именно? Самарканд и Бухарам. Это хорошо. В память я хожу на Средину. Там стоит классный Бухарен. Да, да, я помню так. Еще можно было Хиву подключить. Но Самарканд красиво было. Если что, ну, конечно, все это реконструкция. Ее слишком много. Но там, конечно, все было безобразно. Теперь они все это подкрасили, подправили. Все равно красиво очень. Ну, и как было? То есть перелеты были? Ну, были ночные, да. Было два ночных перелета. После них я тяжело восстанавливаюсь. И тут, конечно, не до практики. Тут лишь бы выспаться. Это сто процентов. Ну, а так, ну, как у меня есть, где-то четыре раза в неделю, так я стараюсь и оставлять в любом случае. Релакс хорошо идет? Да. То есть вы как бы уже охватили? Да. Ну, мне кажется, да. Ну, то есть у меня такого нет, что мне нужно там долгое время, чтобы расслабиться. Ну, может, потому что я устаю и как-то сразу раз и отрубаюсь. Тут не понял. Давайте выточним. Что значит, устаю? Ну, в вашем детском возрасте мне, чтобы устать, нужно было я не знаю чего. Ну, я имею в виду, когда идут поездки, это все равно тяжелее. Да, 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 да. У меняются пояса, ну, тогда, да. Нет, ну, так-то, конечно, если я просто утром проснулась, то усталости еще нет. Ну, да, я помню, в Сан-Франциско после Москвы тоже где-то двое суток, там где-то ночью 40, дурень. Ну, хорошо, значит, вот самое главное, что вы ухватили, уже как бы средства. Это очень важно. Потому что теперь как праздник-то тросит нас с тобой. Ну, да, да, да. Мне кажется, что уже какой-то такой нет сложности. Ну, в какие-то ситуации, там, получается лучше, там, с точки зрения, смотришь, уже как-то даже и гибкость какая-то больше появилась. То есть, я не заметил такого момента, что воздействие, которое вас раньше выбивали или заводили, теперь меньше заводят и выбивают, нет? Да, да, ну, сто процентов. Это тоже очень интересный эффект. То есть, уровень, как сказать, ну, вообще повысился эмоциональный горизонт, как говорил товарищ. Бресты, да? То есть, уровень возбудимости, общий нервный. Ну, да, стрессовосприимчивость снизилась. Да, тут может кубик вертеть. Вот это тоже очень важно. Поскольку, ну, хотя бывает, конечно, вот у меня один мой бывший пациент, ученик, Саша, который живет в Канаде, уже сколько, 14 лет. На форуме он мать себя. Но он вообще, там у них, они с женой занимаются уже сколько времени, он, ну, много чего, так сказать, он достиг и покоя. Человек, они говорят, ну, вот тут у меня, значит, в прошлом году был случай, по-моему, да? Он мне пишет, говорит, что тут появился один человек, с которым я не могу говорить, потому что мне становится плохо. Это впервые за много лет. И говорит, не знаю, что делать. Вот, говорит, вот, вот, я сегодня, я не могу, у меня. Я говорю, как вообще, да? Он говорит, вот, что делать? Посоветуйте. Я говорю, в стране общения, поставь звено промежуточное, чтобы не сам общался еще из кого-то. Ну, через логи адвоката, допустим. И проблема сняла, значит. Ну, вот, чем у меня бывает такое, что конфигурация воздействия такая, что человек, ну, вот, достает все равно. Редко, ну, бывает, забавный случай такой. А так, конечно, это здорово. Вот, а потом, надеюсь, я, Валико, через три, вас мало чего может быть, сможет выбить. Это будет совсем хорошо. Давайте микрофончик, спасибо. Артем? Да мне мало есть о чем рассказать, потому что практики за последний месяц полноценно не было. Возникли там старые, новые травмы, потом расскажу. Вот, поэтому использовал время для того, чтобы Нидру попробовать на регулярной основе. Все-таки понятие, понятие. Кстати, еще старых новых травм. Вот, я не помню, рассказывали, но много всего. Был такой случай, займался у меня такой Александр. И синдром Жильбера. Он такой весь желтый, глаза желтые, да? Ну, короче, береми, там, зашкаливал суставы. Ну, это печень, стеклянная печенка. Вот. И пришлось разбираться. Он 33 года был никакой. Он не мог там с детьми повалять пойти, да? Ну, вот. Вот. И стали, значит, разбираться, но разобрались. Где-то года за два. Потом у него были странные эффекты. Какой-то момент, когда пошла блок регустрация, он перестал мерзнуть. И злоупотреблял этим. Даже зимой ходил. Вот. Ну, казахстан, простыл. И отказался от пижонства. Вот, значит. Так вот, у него был такой случай. Он рассказал. Говорит, что вот у меня, это года через два занятия, два с половиной, наверное, когда уже нормализовалось более-менее, билирубин у него. Вот. Говорит, ритмия появилась. Мне, говорю, откуда у вас ритмия? Он говорит, когда я учился в Омске, он учился, студентом был. Это были 90-е, 95-е, 93-е, не помню. Вот. И, ну, надо бы там все менялось. И вот, и решили их призывать в армию студентов. Вот. Он уже был на тренинг-курсе. Говорит, я решил откосить. Пропросил друзей, медиков своих, чтобы они меня устроили, что-нибудь такое, чтобы откосить. Вот. Они говорят, давай мы тебе собьем сердечный ритм. Ну, препаратами. Долго, говорит, не могли сбить. Говорит, нет, два, наверное. Потом сбили. Взяли кардиограмму от армии меня. Это самое. Вот. Потом они, говорит, препаратами вернули все. И вот через 20 лет, на ком-то глубокое лапсасе, это вернулось. И опять прошло. Ну, как будто вот, как бы, да, ну, осталось воздействие. Они, как бы, значит, сделали, включили, выключили, да. Вот. Но след, видимо, остался. Потом и след затерся. Значит, да, ну, вот такая вещь, что даже такие штуки организм запоминает насмерть. Ну, это нестандартно, как сбился ритм здорового сердца, да. Это же, ну, ЧП. Вот. Хотя вернули, значит, но вот такая штука была. Вот. На это время, это было, наверное, дня три или четыре. У него было, я говорю, практику прекратить. И все. Отдыхать, гулять. И потом это прошло. По практике вопросов нет? Ну, нет, практике нет вопросов. Ага, поэтому... Ну, есть вопрос. Общий интерес. Все просто... Нет, вот, ну, говорю, нидруя, пытался все-таки осознать, там, три-четыре раза в неделю делал, нет ощущения, что приблизился к осознаванию, потому что... Или я... То есть пустую, да? Или я приблизился, но я этого тогда не ощущаю, потому что, как и было с самого начала, да, когда попробовал там первые разы, есть отключение, но отключение в мыслях, а не отключение в пустоту. То есть, грубо говоря, тот самый пунктир, то есть я слушаю, да, делаю последовательность, вот, но в какой-то момент мысль уходит от последовательности в какие-то свои... То есть мысли и сознание, как мысли. Мысль это уже о чем-то. Да, в том-то и дело, что мысль о чем-то, то есть... И вот я о чем-то думаю, думаю, потом хоп, так у меня же нидра идет. Вот, возвращаюсь к слушанию, вот, и естественно, там уже, ну, то есть время прошло, уже какой-то следующий элемент. Вот такой происходит. Я думаю, что это не то, что имеется в виду, что должно быть. Но что имеем? Да, поэтому как-то так. То есть, а включать там сильную волю тоже, да, нельзя, потому что если включать... А смысл? Да, тогда смысл пропадает. Ну вот, вот как-то так. Опять-таки, может быть, происходят какие-то кратковременные, маленькие, пунктиры, на которые я не обращаю внимания, не замечаю. Может быть, это уже хорошо. Ну, пацаны, самочувствие, вы чувствуете, что вы, допустим, расслабились, отдохнули, или как будто ничего не было? Да нет, а что, полежать-то полчаса, оно всегда хорошо? Конечно, конечно, чувствую. Это еще к вопросу... Ужас какой. Это еще к вопросу, вот, про время и усталость. Например, когда тяжелый день, не хочется даже эти коврик расстилать, сил просто нет, бывает, тут вообще сил нет. Так можно доползти до койки просто... Да, можно заползти до койки, такое бывало. Сначала нидру понимал, что даже сил нет, чтобы последовательность как-то отслеживать и прекращал. Вот, а бывает такая средняя усталость, и тогда как бы нидр лучше идет. Почему? Потому что... Нет, вам понятно. Сил нет думать. Вот, и мысли сами гаснут, как бы, да, тогда ты выключаешься. Но это все такие исключения, это нестабильность, мне кажется, это какие-то такие прыжки туда-сюда, поэтому вывод такой, что до сих пор... Нет сил думать, это хорошо. Какой-то фильм со Сталлоне с Сильвестром, там нужно вечно драки какие-то, и там, короче, там драка безумная, и он потом говорит, побежал кто-то там, преступник, он говорит, Боб, подымайся, надо догонять, а то держится, говорит, я не могу думать. И попалкил по башке и расслабился. Ну вот, примерно так. Вот, а так вот, вот как-то в таком пока режиме, в легком, пока вопросы не уйдут, ну, поговорим еще. Хорошо, да, передавайте вот нашему коллеге, пускай он все против расскажет. Хорошо. Я вас давно не видел? Давно. Ну, давно. Как идет? Чего? Общее состояние меня не интересует. Вы когда пришли, да, вы были в определенном состоянии, психофизическом. Сейчас, как оно поменялось, вот статус? Ну, я как раз тоже думал об этом пару недель назад, что изменилось за сколько, 7 месяцев, с момента, как я, в общем, обновил практику, такую регулярную. Ну, в общем, случилось то, что, в общем, случалось и раньше. Начались такие тектонические движения, ну, когда решаются вопросы стратегические, скажем так. Когда бы здесь все просочилось? Ну, по всей видимости, потому что по предыдущему опыту у меня уже были такие констелляции, когда один, второй, третий, четвертый вопросы как-то начинают одновременно двигаться и ты вот собираются обстоятельства и что происходит? Я не знаю, почему это происходит, но, в общем, происходит. Не, ну, вы чувствуете, что сингулярные точки четкие, Просто раньше там, ну, я реагировал на это в таких панических настроениях, потому что там тебе нужно решать что-то здесь, тебе нужно решать что-то там тут, там там а сейчас ну как-то уже относишься к ним ну как-то более спокойно что ли, там если какой-то процесс вот он в начальном этапе требует ну так ну да, удержать раздрызг да, то потом когда он выходит на какую-то определенную частоту работы, ну уже там остается только подкидывать топливо условно, финансовые какие-то вопросы, ну какие-то просто решать рутинные вопросы касающиеся как бы этой всей истории, вот и вот смотрите есть еще вот есть у меня два таких ученика крутых это Антон Безусов Иван Кулаковкин да, Ивану пришлось с резерцанием не через тело там хитрым способом у него тело оно было восприятие не представлено практически бывает редко такое ну бывает вот значит и он через несколько тактики сказал такую вещь что вот говорит изменение начали происходить но не происходят странно форме были какие-то вещи которые были незавершенные вот как-то да они как-то заканчивались процессы не до конца и вот за энное количество лет назад и начинают и гриштальт приходит она начинает закрываться ну вот да сейчас ощущение как-то сказать что я что-то то что было когда-то заморожено остановлено сейчас пытаюсь догнать или там решить они точнее возвращаются то что должно было условно доработаться доработаться несколько лет назад оно сейчас скрылось и в общем видимо ресурс появился то ли просто обстоятельства тоже так сложились вот и да вот этот эффект он есть вот это очень интересно опять-таки но это эффект такой же скажем если тактический когда пристучено болеть стратегические эффекты ну то есть вот ну да стратегические они просто настолько серьезно что они прям меняют ну это как пример переезд то есть у нас вопрос скажем переезда он стоял еще там лет пять назад как бы уже возник вот но реально реализовался он сейчас хотя его нужно было на самом деле еще два там три года назад как-то пытаться ну не было возможности очень интересная вещь вот цена наблюдения самоотчета не полезно иногда вот спасибо это очень интересно теперь Юрий Владимирович передайте тут я хотел еще такой вопрос затронуть мы всегда ну ты сейчас говорил да что я яры противник эзотерики да вот как говорил про медицину наш один профессор в институте он не любил медицину говорю что медицин это она говорит настой на костях моей бабушки что такое непонятное да значит ну он конечно был неправ так вот эзотерика да эзотерика как говорят это пародия на восточную мысль западную науку да вот так вот она да так сказать заигрывается с эзотерикой да вроде бы человек поиграл поиграл бросил как испорченную игрушку иногда не бывает что нам доказал пример товарища Соломатина да вот вы так красно обрисуйте ситуацию чем он занимался интересов и чем это все кончилось так вот интересно будет сложно это словами выразить вы его знали еще как бы нормального человека да да нормальный потом он съездил в индию он был такой умный умный такой задачки решила всегда хорошо то есть это математически прагматик короче да 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 и системным программированием занимался съездил в индию что-то там по военной части и он так говорит я что-то там хватанул какого-нибудь там дедушки под пальмой какой-то этой бациллой этой духовности и он приехал домой начал читать вот все тогда хлынуло все это на постсоветское это какой примерно был год Юр ой ну это 95-е годы вот там после 90-х ну да мы-то с вами говорили об этом как раз что куда человека понесло да да а так как он системного схематичного такого склада ума он ему значит он евангелие и он говорит жене говорит все я лежу там вот написано что там нет кет там этот все приносится и ничего я делать не буду само придет само придет да там ребенок уже пора как-то там денег принести в семью кормить на семью короче потом он аурубин запал на тоже там все очень правильно выстроена идея а он вот все что логично и правильно он на это очень залипал и соответственно он у него сразу сложилась какая-то картина мира довольно устоявшаяся да вот и соответственно он сколько процесс занял лет 5 да по-моему тогда или больше вот перерождение вот такое ну да около 10 лет скажем так мы это начал да и он пытался я пытался свою личность там стереть потому что понимал и с подозрением к ней относился а он наоборот к свою хотел вот какие-то опции там духовные нарастить стать еще круче скажем так и соответственно и к чему он пришел соответственно да соответственно он он не делился что почему-то панически боялся старости и надо чтобы не застареть жениться на молодой жене набрать кредиты в банке и затеять какой-то такой динамичный бизнес вот и он башка была уже замусорена капитально да вот соответственно да опять же здесь проявилось его схематичное почему-то вот жизнь для него не живая и непредсказуемая была а вот он какими-то схемами мыслил и соответственно он все это реализовал надо отдать должное его искренности то что он замысливал и естественно он в тупик попал как раз какой-то 14-й год был обвал доллара был рубля соответственно он 30 миллионов где-то у него там в рублях был долг разной структуры его очень разная там от бандитов до банков и он поехал на эльбрус помедитировать что вот он где-то сядет и куда-то он выйдет и что-то он вышел нирвану вот так так его не нашли да нет тело нашли спустя три года значит он пошел на прогулку и погиб погиб да оставил вдову разбираться с этими 30 миллионами там и так далее ну вот ну это очень так я схематично ну понятно да ну смотрите да я наблюдал лично вот товарищ оценка такого да гуру арсантем известное определенное время которое прожил собака 90 лет и помер своей смертью это большой неосмотр был государства это был мошенник супер калибра да так вот у него система заключила в чем была еще похожая астрофизик Евгений значит Евдокий Марченко на Урале там была такая сектор родостей одинаковое значит воздействие то есть туда приходят люди точных наук в основном попадают и вот значит там придумана некая такая система ну тексты какие-то придуманы да нарративы какие-то вот и есть практика ну практика асан а потом начинается там медитация все эти дела значит и человек когда он что-то делает реально он понимает что он делает но потом предлагает какую-то значит дикую смесь чего-то там и он перестает понимать да вот но уже логик математик там я и знаю кто он да и он думает ну это же как академия йоги это же гуру варсон темп тут блин все понимают я не понимаю лично вера тупое надо напрячься и разобраться и человек залипает а если он уже залип потом начинает случиться шизофрения то есть идет девальвация просто да логики девальвация разума и все и люди в общем так и выпадали экстисенко разума это грань между реальности и бредом и человек попадает туда и очень многие уже они оттуда не выходят ну вот ну да а бред он логически как бы такой красивый структура все понятно и только включиться в эту структуру и ты ну или как астанель я предлагал там да покури там и все и ты это и лесные да вот это вот поэтому затрек он достаточно опасным есть люди которые так сказать ну достаточно обеспечены они могут всю жизнь в этом бреду находиться и работать не надо но все равно это плохо кончается ну как-то так вот такой вот экскурс в эзотерику не знаю сталкивались ли вплотную с этим но это вот один из случаев да это очень близкий товарищ с детства одноклассник и так далее я его наблюдал вот с этого и до гибели очень печально конечно и на каком-то этапе мы вот общались но общались и такое идеологическое у нас было размежевание потому что я вот был та йога которой вот я занимался это открытая система да что я у меня нет картины мира который я должен прийти потому что очень легко заиграться и самому себе внушить что я уже это имею или начинать уже в этих терминах размышлять что я ничего не знаю как это все устроено и она все больше и больше становится таинственней а он был вот в ту картину которую он себя нарисовал он хотел себя значит вписать а это а жизнь она такая вот она живая и совершенно непредсказуема правильно говорил дон хван кастанове есть только один мир только один а то что придумано далее кстати вот у стругацких есть по-моему в сказке отроки данный момент когда изобрели машину времени значит да и можно было это люди циркулировали там какой-то товарищ интересный так он значит не просто в будущее а будущее которое было описано кем-то понимаете вот ничего хорошего там конечно не было ну как-то морвел описывал мало ли кто чего писал да вот значит как-то скажем так в прошлое то что писали допустим религии это одно а будущее ну как как туда вот ладно что-то вопросы по сказанному есть все тогда